Ещё одна напасть в летний сезон на дорогах региона – отпустники. Статистику ДТП пополняют жители северных городов, которые начали путешествовать на машинах. Так, в конце мая на автодороге Тюмень-Омск съехал с трассы внедорожник. Женщина-водитель уснула за рулём. Все, кто был в салоне, отделались лёгкими травмами. Но бывают и смертельные случаи. Марина Климович продолжит. Дорога Тюмень-Ханты-Мансийск. Водитель едет со средней скоростью. Встречная машина меняет траекторию. Уснул за рулём. Такие ДТП часто происходят под утро. Увадский участок периодически мелькает в сводках ГИБДД. Протяжённость федералки здесь более 220 километров. Отпускники с севера уже отправились на юг. Сергей Бабаев едет в Самару. По пути уже видел аварии. Когда я только с Нижневартовска выехал, под Лангепасом была авария. То есть, ну, машина перевернулась, ушла там, реанимация стояла. А так тяжело, что, ну, один еду. Как бы ни напарника, никого нет. На посту ГИБДД в районе Увата тормозят транзитников. Поток машин с конца мая заметно увеличился. Но это не проверка ради проверки. Лучше лишний раз напомнить. Лихачи – главная причина всех аварий. Подрезают скорость, превышение скорости. Ну, нарушение, как всегда. Инспекторы смотрят, не устал ли водитель, пристёгнуты ли дети. И напоминают, нужно вовремя отдыхать. Все стараются данный наш район пройти, как получается, ну, без остановки. Ну, рекомендуем, конечно, чтобы они останавливались. У нас и места отдыха имеются, и кемпинги имеются. Большинство хотят наш участок пройти довольно быстро, чтобы поближе к городу Тюмени, городу Добольска. На протяжении всей трассы несут вахту врачи, скорая и реанимация. Вот такие комнаты экстренной помощи находятся в пяти населённых пунктах вдоль дороги. Выглядит скромно, но для спасения жизни есть всё. Врач-анестезиолог-реаниматолог Наиль Бурнашев работает в районе 18 лет. И каждое лето тяжёлая пора. Да летом это всё. Летом, когда северяне едут массово в отпуска, вот буквально года три назад у нас в районе нашей заправки на перекрёстке пять человек сразу погибло. Пять человек. Там три или четыре машины спокнулось. В этом году на Увадском отрезке уже произошло 135 ДТП. 16 с пострадавшими, трое погибли. Но эти цифры значительно меньше, чем годом ранее. Надеются, что аварийной страсти не будет. Марина Кремович, Дмитрий Ларичев. Тюменское время.